Всем привет, это продолжение партии Замалии в Сидмэр Сивилизейшн 6. Если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти к ней. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. Всегда лучше смотреть с самого начала. А также напоминаю, что спонсоры канала видят все серии сразу во вкладке «Сообщество». Что ж, приятного продолжения вам просмотра. Слушайте, а в каких вообще районах они могут играть? Научный, художка и чудеса. Ну и почему, и на развлекательных в этих тоже районах. А, да, и на развлекательных, да. Тогда, на самом деле, еще проще. Это не так много клеток. Ну да, всего лишь там. А еще космопорты, да. Ой, мы вовел вов. Космопорты, если с прокачкой определенные, правильно? Но нет, можно и без прокачки. С прокачкой они там просто больше пересекают. Хоть бы освободил, что ли. Прямо уничтожил. У меня на один ход, в принципе, и... Уже-то лайтгеймовая цива. Мне нравится. Ого, ты робота построил. Ничего себе, перекал. Это серьезная заявка. Ты че? И робота построил 20 ходов назад. А я только заметил просто. Он немц этим роботом пилил. Ого, я отмечал его роботом. Так, great god of the ants. Играет музыка. Играет музыка. Остановись. Играет музыка. Играет музыка. У Аллата отваливается, да, Грек? Угу. Блин, ну это же поломанное чудо, почему он там играет? Что за подстава? Это пирог, он как бы на поломанных чудесах тоже. Блин, теперь только в двух городах можно делать. Нету такого места, где бы они не играли. Так, сколько ходов? 7 из 25. Следующим ходом будет 9 из 25. 7. Скарая Играет музыка. Если вы constantly улетел, то была, может, что ваш nessо Department of Energy. Теперь займет выглядит. 2 из 25. 4 из 25. — Сого. хрена си робот выдерживает ядерное попадание что за подстала а где мне еще бомбардировщики да бомбардировщики витя в другой город перебазируется ооо блин ладно где мы тут отходим пока возможно я не успею влететь 7 меня 10 ходов до 7 я уже улетел мне 25 это еще 18 уже похрену что открывать да ну тут надо ядерки везде строить просто кидать в них не ну это подстава с чудом что он тут сыграл просто не честно че вы переключаетесь постоянно что я могу за веру купить никаких юнитов особых которые бы мешали то есть мне надо поставить юнитом с другой стороны грек он бросает ядерки постоянно но в столице у меня стоят юниты где где можно сыграть что-то и и что и и и так два вход 8 из 25 поломали космопорт пидоры как вы достали как несу когда-то вход чтобы победить до 70 хотя бы все у меня два цветовых от еще австралия объявила войну да а ну эти он забирает эти ладно эти ладно я вышел куда я мне надо было то есть мне главное только чтоб я не и гауни захватили класс все карточки слетели даже не знаю на кого нападать теперь давайте мы сюда ядерку бросим или нет или это слишком будет а где еще один все-таки открыл эти улучшения на экспедицию ну захватят же да не улечу похоже я сейчас сижу думаю что мне можно тут вообще сделать это все у меня 0 влияние интересно зачем это все у меня есть и 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 отмена вырубки лесов типа greenpeace чтобы космические проекты не ускоряли например но смотри у грека тоже один световой ход вход то есть все-таки это починил ты да грек починил такой сейчас придет что-нибудь летает тут уже за очки битва надо было дипломатики побеждать долине это не заметил моя дурак у всех темный век один световой вход ну блин как так ай блин надо было этого австралийца выносить а не вылетать все всю игру из изжог изжопил мне тебе зовут надо не надо было ну то есть надо было там чуть-чуть что-то строить а при этом да блин а с другой стороны там грека нападал грек бы улетел не все тут уже без шансов поздно вышел все-таки поздно но вот ошибки вот тут не поставлены кампус вовне по не куплены вовремя кампус это вот пошаговая стратегия каждый ход накапливает какие-то проблемы вовремя кампус а 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 Продолжение следует... Убился ты? Прикольный этот... А что-то улалату не будешь возвращать? Так а смысл? У меня там уже австралист забирает полностью. Что-то... Зачем мне это улалату уже? А, слушайте, фуф. Полностью, не полностью? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Может, пятки успеем, блин... Или грек успеет... Он, кстати, думает, что... Это мой единственный космопорт, похоже... А, вот тут еще едет... Ну, все... Это вот будет... Ну, если он этот город не обратит, то все... Горго, ты не хочешь попытаться кинуть города у других людей позахватывать вообще? У меня... Ну, я строю ядерки... Я готовлюсь к этому... Семь ходов... Меня уже австралийцы так захватят... Давай ты не будешь у меня все города забирать вообще своими рук этими... Да... Да... Я уже просто играю концерты... Ну, нужно два рокера у меня пока один... Бред... Реально не знаю, что тут делать уже... Я уже... и стрелять должен был ты наверно зря выдвинул эту штуку у меня еще бомбардировщики остались уже со сбомбленного рядрова можно таки атаковать но я же говорю что тут немножко да да, все равно не работаю за правду ну давай не только открою сейчас по идее немножко должно в центре города починиться и не должно хватить ему хватило все 0 световых лет заход ну все гг кто выиграл не выиграл я проиграл блин вот надо было тебя австралиец вообще на тебя нападать с самого начала как-то вот всю игру ты как-то напряженный был всю игру он был против и ты с ним союзов выше со мной не союзились не ты не грек если вы со мной засоюзились я бы напал на него не буду я такое говорить никогда смотри австралиец прямо сказал давай я с тобой засоюзившись и мы нападем на горга ты же этого не сказал ну да моя моя вина все ну я думаю ты там вряд ли победил да блин мультик не посмотрю ну я хочешь очень можем подождать пока ты загрузишь ну я просто хочу статистику посмотреть сам ну давай мы запаузим 5-3 минуты есть ну сейчас уже идет конец хода я убрал последние ходы в котором я у меня ничего не решалось то есть я тут уже ничего не мог сделать вот видите тут я ты еще у аллату отбил ядеркой бросил но это ничего не означало я думаю что сейчас победит по счету австралиец австралиец да интересно барыган свою стольню за один ход он может как-то вернуть по счету австралиец скорее всего победить сейчас посмотрим тут правда действительно вот афинянин обратно свою стольню забрал и там определенные очки посмотрим но и в любом случае не я поэтому давай давайте давайте рассудим новый мир генерит такую теплицу он просто грида го смотрите два важных даже три важных момента первый момент когда на меня вот здесь не давайте лучше вообще мали конечно классная нация меня сейчас понравилось за нее играть вот это вера и золото классные бонусы единственная проблема вот с нынешним таймером тут стоит тайм мод на таймер который очень быстро за мали очень много возможностей действительно то есть вы можете и верой пытаться победить и армией нападать и наукой но вам нужно время чтобы это все покупать и все сделать то есть когда вот то есть когда вот у меня был финальный бой финальный вот эти битвы я мог реально пытаться отправлять религиозный религиозный юнит для попытки побеждать веры ну я просто не хватало времени это сделать мне не хватало даже времени остановиться подумать в этом плане получается с этим таймером вы должны играть только вы знаете как знаете что делать на инстинктах так и играете так конечно очень классно столько веры столько науки столько золота даже не царя на то что мне с местом под мали не очень повезло то есть у меня только столица и то надо было идти ставить город на то место где она появляется дальше теперь основные моменты по игре где я был неправ вот здесь когда австралийс на меня напал на аудогост ради алюминия мне не надо было с ним мириться у него нету алюминия нету возможности бомбардировщики строить я уже у меня уже было два бомбардировщика неплохих я уже уничтожал ему юниты и в итоге бы я этот город себе оставил и потом бы пошел дальше и забрал бы его так как без алюминия здесь вот на данный момент играть практически невозможно у тебя нету алюминия у тебя нету самолетов бомбардировщиков ты не можешь отбиваться потому что ты еще не вышел в зенитные орудия дальше хорошо предположим я тут замирился тут с греком ну я пообещал как бы это дипломатия была я пообещал повоевать с греком за союз хотя мне до сих пор не понятно почему австралиец так был против союза почему ему не если бы он если бы он с кем-нибудь союзился в этот момент тогда я понимаю но так как он ни с кем не союз он не получает бонусов от союза никакого так вот не очень конечно ну опять же остальные греки не хотели со мной союз заключать мне надо было с кем-то союз заключать и воевать с этим греком не самая лучшая идея то есть я да захватил такомацу но на самом деле это лишнее было третий момент когда австралиец начал нападать на грека с этой стороны мне надо было его реально распилить то есть забрать я вполне мог эти все города забрать вместо этого я сделал упор на научные на научные гранты типа попытка улететь в космос это была самая главная ошибка мне надо было забирать грека а здесь вместо научных грантов ядерки строить грек тут вообще спокойно забирался и это вообще в мой в мою сторону было потому что австралиец-то не мог его забрать никак то есть он просто на него ядерки бросал то есть здесь вот это наверное даже самая главная ошибка этой игры что я не забрал грека хотя была такая прекрасная возможность я просто решил ну все он уже не соперник он не улетит а то что еще в игре есть есть горга и австралиец которые нормально себя чувствуют я что-то как-то упустил из вида и я такой пошел дальше в космос при том что здесь довольно сложная победа космосом вот в этой партии вот эти все техи я напоминаю они постоянно рандомно располагаются вот эта вот последняя ветка она рандомная и в данном случае она получилась очень сложной раз-два-три-четыре-пять-шесть-семь технологий надо было открыть чтобы была возможность ускорять улет мне буквально не хватило ну хода три я думаю если бы я хода на три раньше открыл эту штуку я бы смог улететь но так как она так далеко была ну и ошибки конечно мои постоянные то не успел правительство принять вот это кстати важную штуку сыграло что я вот здесь не купил в свое время кампус и вместо кампуса я что-то другое сделал вот тут надо было кампус покупать намного намного раньше это был бы хороший кампус у меня было бы больше науки в течение всей игры я бы раньше во все эти техи вышел раньше бы развился это пошаговая стратегия вы каждый ход если вы в какой-то ход совершаете ошибку то она вам аукается очень сильно надо это понимать в шестой цели все довольно быстро то есть ты за один ход можешь сразу город потерять ядерка и у тебя его уничтожат в данном случае просто люди еще ну забывают ставить юниты на том месте где у них могут может этот прибыть рок-музыкант ну вот вот именно вот этот вот момент что как бы у тебя вот у меня сколько сейчас тридцать городов да я должен следить за всем за или зачем тебе во всех городах а зачем паузу снова ну потому что ну типа конец игры да так ну победил тебе не показали что австралиец с победой спасибо с победой я считаю что во первых ты если обговариваешь мир то вы с человеком договариваетесь что например он к тебе рок-музыкантов не отправляет например такой вариант другой вариант просто дружбу не заключать ты же всегда можешь нападать ну и то есть это один из способов нападения такой другой момент наверное все таки всего два концерта наверное маловато с третьей стороны там же шанс какой-то определенный это же не сто процентов что концерт проходит сто процентов ну да получается 50 лояльности 50 лояльности и город отваливается но это это нужно выйти в теху которая находится очень далеко чтобы ты мог выбрать именно те прокачки именно инди-рок и заехать двумя рокерами но это не так просто на самом-то деле сколько рокер поверить стоит ну он сначала 400 300 потом выше-выше ну то есть если там надо больше двух то тогда получается поверим ну да то есть ты должен еще в вере нормально быть это должен быть и культура ну это не так просто то есть это во-первых надо постараться во-вторых и соперник может что-то сделать просто надо не забывать то есть знать и не забывать о такой возможности так то да конечно это неприятно все выглядит ну так он и у меня так также город увел в принципе с другой стороны понимаешь он же их не себе этот город забирает он его делает нелояльным потом этот город так тебе вернется то есть то есть а вот если бы играл бы за квитанскую да вот за леонора квитанскую это грустно а так получается он он не это этот способ не не идет в плюс игроку который это делает он только в минус то есть это как способ остановить кого-то о сколько веры ну плюс еще то что он ломает полет в космос так и надо а ты а те надо просто не один космопорт было иметь ты один что ли имел ну два такая что он тебя оба захватил что когда захватываешь стольню по ходу он захватил стольню и все и нет у меня захватили у меня вон захватил мали этот австралиец стольню у меня все равно было три хода три ну хода три световых хода года вход у меня все равно улетал а во втором у тебя город какой был второй с космопом я забыл гау по моему гау а у лёши не не у тебя у который ниже столицы был но он не был захвачен если ты об этом он до конца игры только может быть там район был разрушен нет он очень не я его до этого ядерка закидывал но когда я выиграл он был активен мне показалось что у лёши я пока гау не захватил у него тоже ноль было сразу только стольню нет не было у меня ноль там короче смысл в том просто ты во втором городе не не сделал еще никаких ну ускорений как только ты во втором городе делаешь ускорение они тоже засчитываются дальше то есть у тебя идет накопление а так как то есть у тебя захватили тот город откуда ты запустил конечно у тебя ноль стало но если ты во втором городе в котором у тебя был космопорт делал бы ускорение у тебя бы увеличился ход так золото вот тут у меня поломанная механика не знаю или нервить надо но это какой-то чит нет так так ее сложно ее сложно реализовать на самом то деле мало кто идет в этих рокеров ну и грубо говоря это техно это тех как она там находится в будущих тех когда ты можешь выбирать этим рокерам прокат мне кажется это то же самое что называть религиозную победу подожди это еще типа непростые рокеры это какие-то другие еще рокеры получать да получается у рокеров есть прокачки как у обычных юнитов и среди этих прокачек есть там графа как ну там прокачка в минус 50 лояльности она выпадает случайно и только если ты берешь карточку где ты можешь выбирать это ну как с апостолами например вот так и только тогда ну как сложно если этот рокер стоит 300 веры там их можно было построить кучу вот я вложился в науку вложился в науку чтобы победить и вот тут меня забрали каждый раз дороже становится а нет а вот это где я правительство не поставил главное игра такая веселая получилась спасибо за игру долго подограли спасибо за игру ну видите отставал отставал фес мне конечно офигительно помог в этом плане хотя там я его постоянно перекупали и вот как два грека с культурой офигительно шли спасибо что досмотрели до конца я Алексей Халецкий тот кто сделал это видео пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте в умные игры и всем пока 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 пока